МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По статистике сейчас в Москве живет почти 100 тысяч долларовых миллионеров. Холостяков среди них немного, как правило, все они люди семейные. Сегодня мы расскажем о женщинах, которым, по мнению многих, крупно повезло. О женых мужчин с очень толстыми кошельками. Ольга Гусинская не может жить без сына. Но сын далеко, и годы, проведенные в разлуке, сделали их чужими людьми. Что он сейчас за человек? Чем он живет? Какие у него интересы? Я вообще не имею представления. Для меня это, на самом деле, очень большая потеря. Я это ощущаю каждый день. Ольга Егорова каждый день вспоминает, как муж, которого все считали успешным и адекватным человеком, бил ее на глазах у детей. И я, к сожалению, достаточно слаба, чтобы противостоять в острой фазе в этом конфликте. Я скорее лягу на пол и дам себя бить, чем я... И тогда это быстрее закончится. Мариану Савельеву при разводе муж-олигарх упек в психиатрическую больницу, а потом похитил ее троих детей. Он говорил, что я подготовлю тебе такое, что ты пожалеешь о том, что родилась на свет. Ты будешь ползать и умолять меня о жизни. А Ирина Павленко стала вдовой в 28 лет. Просто нашли его мертвым дома, застрелянным, в саградном доме. Ничего из вещей не пропало. Мечты о красивой жизни – общий диагноз для тысяч девушек по всей России. Маша приехала в Москву из Тюмени. С четкой целью – найти принца на белом бентле. Хочет замуж за миллионы. Маша ищет своего принца в дорогих ресторанах и ночных клубах. Заказывает себе один коктейль и цедит его весь вечер, пока на нее не обратит внимание какой-нибудь мужчина. По собственному примеру могу сказать, что можно простоять у клуба достаточно долгое время. То есть там порядка час-двух. Потому что просто не проходишь дресс-код. А дресс-код всегда как бы в очень дорогих клубах, да, с соответствующей публикой. Дресс-код – это дорогая одежда, причем одежда фирменная. А людей, которые стоят на фейс-контроле, они это видят. Плюс еще драгоценности тоже немаловажные. Престижные клубы и рестораны Москвы забиты голодигершами. Это новый термин столичной жизни. Так называют профессиональных охотниц за богатство. В отличие от вчерашней провинциалки Маши, у них отличный тюнинг. Идеальные фигуры и лица, подправленные хирургом. Самая модная одежда и украшения. Стиль заморской поп-дивы. Широко распахнутые глаза, высокие каблуки и режущие глаза сексуальности. Трафаретное представление о девушке мечты на московский лад. Девушке, которая стоит больших денег. Готовы выйти замуж за любого богатого человека, который будет их обеспечивать. За хромого, за слепого, за инвалида, за жестокого. Будет бить старый, лысый, лежачий. Любой. То есть, лишь бы давал денег. Я говорю, девчонки, ну что же вас так приперло-то? Зачем же вам это нужно? Вы все молодые, красивые. Девчонки в институтах учатся, вроде все нормально. Они говорят, нам все равно какое. Татьяна Огородникова пишет книги о сложном семейном счастье богатых людей. Дает советы тем, кто уже мотает не первый год в законном браке, и тем, кто только собирается замуж за миллионера. Говорит обо всем со знанием дела. Она супруга влиятельного бизнесмена и хозяйка роскошного дома на Рублевке. Здесь у нас такая веранда шикарная. На самом деле не шикарная, но такая очень функциональная. Здесь можно разместить, но человек 40 точно. Причем всем хватит места. У нас здесь, кстати, бьет фонтан. Вот там в середине, если вы видите, такая пимпа. У нас как Женевское озеро здесь практически. Обстановка дома – плод фантазии хозяйки, помноженной на крупные суммы денег. Ковры, роскошные люстры, шахматы из слоновой кости. Роскошь в каждой детали. Вот этот камин – уникальная вещь, нигде в мире больше нет, потому что придумала я сама. Но Татьяна знает, на все это богатство с завистью смотрят сотни девушек, похожих на нашу Машу. И еще моложе, и красивее. На моего супруга просто лист ожидания, я думаю, что ставит. Что он симпатичный, фигуристый, занимается собой. Но у него одна проблема – он любит свою семью. Но если он с ней справится, значит, девушке уэлк. Ирина, ваша подруга Татьяна Огородникова написала книгу «Брачный контракт или ху-ис-ху». Многие богатые мужчины очень разозлились по поводу выхода этой книги и говорят, что это вообще инструкция по отъему денег. Мне, кстати говоря, очень понравилось. Я даже не ожидала от Татьяны такой прыти, такой смелости. А что лично вы вообще думаете про брачный контракт, про этот юридический документ? По нынешней жизни, я думаю, что женщины, выходя замуж за мужчин обеспеченных, должны это делать. Потому что в этом городе, я не знаю, я не буду говорить про страну, но город Москва – это что-то ужасное. Ужасное по скоплению, такого количества скопления девушек, ищущих, съезжающихся, я не знаю, со всей России, Украины, Белоруссии, и откуда только можно. Поэтому женщины должны себя как-то обезопасить. Маша считает, что главная ее задача – идеальный внешний вид. Она – обычный менеджер в небольшой коммерческой фирме. И две трети зарплаты тратит на салоны красоты и солярии. Уже встречалась с состоятельным женатым человеком, но тот не захотел оставить семьи. Он подарил ей несколько платьев и отдых на Мальдивах. Пока это единственное достижение голддигерши из Тюмени. Это неприятно, ведь вокруг столько девушек богаче. Когда идешь по улице, допустим, да, там, стоишь на переходце, катафора, и видишь, остановится машина, машина реально дорогая, шикарная, и за рнемся, и это очень молодая девушка. Девчонки, миллионеров мало, на всех не хватит. Это однозначно. Мало того, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Вернее, пребывает уже не в той прогрессии, как раньше. Потому что они, а, стареют, б, легких денег уже больше не существует. Деньги приходится добывать тяжелым трудом. В, жены стали умнее и ведут себя правильно. Поэтому зачастую дяденьки предпочитают сидеть, ну, этим местом на двух, а то и на трех стульях, да. А с женами все-таки не расстаются. Татьяна Огородникова считает, что в 21 веке в Москве сказка о Золушке мутировала в нездоровый ремейк. Золушку фея наградила за чистоту и трудолюбие. На современные бедняжки в мечтах о принцах не перебирают крупу и не скребут полы. Девушки, которые занимаются постоянно наращиванием ногтей, губ и всех прочих частей тела, это все у нас, видимо, приравнивается уже к тяжелому физическому труду. Прицел на сумке Биркин, на колье от различных ювелирных именных мастерских. Это уже, наверное, приравнивается к какому-то интеллектуальному воздействию на мозг. А папы, которые бросают своих детей, нажитых в прежних браках, и, в общем, находятся в серьезном таком возрастном статусе уже, скажем так, да, они у нас приравнялись к принцам. Маша думает, что ее проблема в отсутствии дорогих нарядов и престижных знакомств. Но она в Москве всего лишь год. И надеется, что скоро все эти дизайнерские вещи окажутся в ее шкафу. Кажется, такое платье я делала на Ирсен Кудяковой. Если честно, я тоже такое хотела. Ирсен Кудякова, выпускница фабрики «Звезд». Гламурная певица, на день рождения которой приехал вдоль флунгран. Подарок богатого спутника, который вот-вот станет ее мужем. Ирсен – это лаки, лаки вумен, потому что ей нужно было чуть-чуть, и у нее все получилось. Я рада, что я где-то была рядом в этот самый момент, когда чуть-чуть. Потому что очень многие люди оказываются, но это чуть-чуть, почему-то их фортуна не хватает. А вот Ирсен, оно хватило прям сразу, и у нее все пошло как по маслу. Маша бы умерла от зависти, увидев это кольцо. Какая-то маленькая блестящая штучка. С букетами стоят в очереди самые богатые и популярные люди Москвы. Ой, Сережка, я тебя люблю. Фотографы глянцевых журналов. Каждые пять минут дорогие подарки. Она эстетическая женщина, поэтому я хочу, чтобы это вот было настолько нежное, хрустальное. Дорогой аксессуар не подошел по размеру? Не беда, завтра будет другой. Такой же или дороже? Дорогие закуски, видеопоздравления. Шутка специально нанятого режиссера. Добрый вечер, вы смотрите Вести+. С вами Дмитрий Гитилев, главная тема дня. В эти минуты в центре Москвы происходят грандиозные события. Празднование дня рождения Ирсона Кудяковой. Концентрация гламура и хорошего настроения. Трудно представить, что еще три года назад Ирсен была на грани нервного срыва. Незадолго до свадьбы без вести пропал ее жених. Богатый, успешный человек. Что с ним стало, никто не знает. Ирсен после долгих месяцев бесполезного ожидания покинула его роскошный дом и начала новую жизнь. Сейчас с ней рядом другой мужчина. И именинница благодарит его со слезами на глазах. Спасибо, что у меня есть рядом со мной единственный мужчина в моей жизни, который помогает мне во многом. И который организовал все это день рождения. Я тебя очень люблю, Лешечка. Спасибо тебе. И в основном все эти аплодисменты будут для него. Главное, Ирсен не могла бы петь и снимать дорогие клипы. Еще одна трафаретная мечта тысяч красивых девушек. Приехать в Москву и стать звездой при поддержке богатого мужа. Вот только позаведовать. Сказать, везет же людям, что существуют такие мужья, что не надо бегать искать по спонсорам какие-то деньги собирать на клипы и так далее, на размещение и все. Это, конечно, сами понимаете, вся реклама, она стоит денег. То есть вы сами зарабатываете себе на концертную деятельность, вы сами оплачиваете все свои концерты, работу труппы и так далее. Тем не менее, имя певицы Варвары все время упоминается в прессе в связке с богатым мужем. Пишут, как о прошлой жизни Жасмин, поет на деньги супругами Леонера. На самом деле, это миф. У Варвары прочный тыл, но она и сама приносит немалые деньги в семейный бюджет. Нужно понимать, что твой муж растет, да, и нужно расти вместе с ним, нужно ему соответствовать, нужно делать так, чтобы он тобой гордился, чтобы он хотел брать с собой тебя в какие-то рестораны, да, понимал, что ты интересна его друзьям, что с каким-то пиететом к тебе относятся. Но если ты со временем превратилась в ничто, то, соответственно, и муж к тебе будет так же относиться. Варвара могла бы сидеть дома и воспитывать троих детей, заниматься мужстрой прислуги и выбором меню для ужина. Но она работает. Со стороны ее жизнь кажется вечным праздником, но профессиональные артисты ее могли бы пожалеть. Последние гастроли были в Петрозаводске, были в Юрмале, только что мы приехали из Питера, были в Киеве. Собственно говоря, послезавтра мы опять улетаем. Поэтому достаточно плотный график, но приходится выдерживать. В этот вечер слушателей немного. Я с удовольствием вас приветствую в этом замечательном клубе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но в любом случае мы будем считать, что нас много. Но единственный способ удержать богатого супруга – это быть личностью, причем яркой. Мужу Варвары не цит, что все его знакомые говорят – у тебя жена звезда. Немаловажный фактор, тем более, когда мужчина выбирает себе жену, да, не просто подругу, подругу на один день, на месяц, а жену. Немаловажный фактор – это твой внутренний мир и твой интеллектуальный уровень. То есть быть просто куклой, да, и хлопать глазами – это не тот вариант. Не тот вариант и не поддерживать мужа в его увлечениях. Варваре пришлось полюбить охоту и отдых без горячей воды в палатках. Ее обеспеченный муж любит единение с природой. Приходится терпеть. Раньше это был, конечно, ужас, но мне ничего не приходилось делать, как в это… Ну, знаете, когда живешь человеком, то, естественно, это же твоя задача его понять, потому что иначе можно перерубить все на корню, и дальше никакой любви существовать не будет. Если ты любишь человека, ты должен принимать его хобби, и это хобби должно быть также твоим. Татьяна Огородникова предлагает в своей книге оценить каждый день труда богатой домохозяйки. Ее заботы о доме и детях, бесценные советы по работе, данные супругу, уход за ним и абсолютно все моральные издержки. Ведь жить с богатым человеком совсем непросто. Отступные при разводе должны быть внушительной суммой денег. Если женщина прошла с тобой какую-то дорогу, да, твоего становления, то в любом случае на моменте твоего ухода от нее, если ты уходишь первым, если ты виноват, просто потому что ты мужчина, просто потому что ты сильный человек, просто потому что у тебя власть, влияние, да, и средства к существованию, ты должен ее оставить именно на том уровне, вот на котором она проживала с тобой. Но брачные контракты пока неспешно входят в жизнь состоятельных людей. Ирина Гайфина, несмотря на советы подруги, подписывать такой документ с мужем не стала. И к браку много лет. Ирина привыкла к комфортной жизни. Делает головные уборы для светских дам. И знает, что в случае развода этот бизнес прокормить ее не сможет. Но, как и множество других состоятельных особ, надеется только на порядочность супруга. Ну, просто мы уже столько лет с мужем живем вместе, и как бы сейчас как-то, я не знаю, может быть, мне кажется, что это как-то глупо, что ли. А может быть, они глупы, может быть, я и сделаю это. А договариваться нужно, потому что статистика печальная. Потому что количество разводов, к сожалению, растет. И уже на сегодняшний день, если раньше мы говорили о 60%, то сегодня это 70%. Миллион браков, 700 тысяч разводов. Бизнес-вумен Надежда Болотова считает, что главное в отношениях с успешным мужчиной уметь казаться слабой. Она выходила замуж уже богатой женщиной. За годы семейной жизни и муж ее превратился в миллионера. Вместе они построили огромную бизнес-империю. Но Надежда каждый день усмиряет свой властный характер. Относительно того, что я такая вот энергичная, я понимаю, ну, мне просто там, что называется, другие люди говорят, что я часто доминирую. Ну, что меня много, что я вот давлю, что я... Хотя мне так кажется, и мне хочется быть другой, равной. Такой, какой меня хочется видеть муж. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства. Для свидетельства. Чтобы свидетельствовать о свете. Надежда мечтает попасть в список самых богатых людей журнала Forbes. Осталось совсем немного. В отличие от других успешных в бизнесе женщин, ей не пришлось жертвовать ради карьеры счастьем материнства. Она растит троих детей. Со стороны ее жизнь выглядит весьма гармоничной. Общие с мужем интересы, прекрасные дети, любовь, роскошный дом. И деньги действительно большие. Большое количество людей стремятся к обладанию большим количеством денег. И не предполагают, что чем больше денег, тем больше ответственности. Тем появляется возможность или искушение кого-то другого у тебя взять эти деньги. Или поконфликтовать с тобой за этих денег. И люди, вступая в те или иные отношения, не договариваются, как они будут расставаться. Например. Не договорилась и сама Надежда. В России брачный контракт пока воспринимают как сомнения в светлых чувствах. Даже такие волевые и разумные женщины, как она. Я, вы знаете, готовила его к подписанию. Был у меня такой момент, мне очень вдруг захотелось подписать. А потом, заглянув в свое сердце, поняла, что я абсолютно доверяю человеку, ну, своему супругу. И вот не подписала. Хотя за консультацию у юриста я деньги заплатила. Эти судебные заседания длятся, кажется, вечности. И Марьяна Савельева каждый день жалеет о том, что когда выходила замуж, сразу не оговорила все свои права на бумаге, скрепленные печатью нотариуса. Ее муж при разводе лишил ее всего имущества. Не платит алиментов. А при попытке получить хотя бы часть денег, упек жену в психиатрическую больницу и похитил детей. Другая женщина. Он собрался уезжать жить в Лондон. Об этом не объявил. За год до происшедшего. Но тогда, наверное, посчитал, что не совсем подготовился к этому. И остался в семье еще на год. А спустя год случилось то, что произошло 9 апреля. Московский олигарх Владимир Савельев нашел свою вторую половину в оздоровительном комплексе управления делами президента. Мариана была там главным врачом. Он гордился тем, что его жена не просто красива, но и успешна в профессии и уважаема многими людьми. На свет появились трое детей, на дни рождения которых приглашали самые влиятельные люди Москвы и звезды эстрады. Огромный дом, частые поездки в Лондон. Супруг олигарх мечтал перебраться туда навсегда. Перестала быть модельком и бабочкой, как она мне сама говорила. Ну что, любовь проходит от любви до ненависти. Марианна и ее мать навсегда запомнили эту дату – 9 апреля 2006 года. Накануне Марианна отказалась подписывать бумаги, в которых значилось, что ни она, ни дети не претендуют на деньги Владимира Савельева. При разводе муж решил отобрать все имущество себе и выгнать Мариану с детьми на улицу. Нас хватают мужчины. Огромные, незнакомые нам два амбала связывают нас на этой же лестнице. Избивают, а избивали они нас как? Коленями, по мягким местам, для того, чтобы не наносить каких-то синяков не оставалось. Такие, знаете, удары специфические. Заволосы. Аннушка мечется. Младшая дочь кричит в истерике, у нее искра из глаз. Мамочка, мамочка, отпустите мамочку, не трогайте мамочку. Я с этой молодой справлюсь сам, хватая эту старую, и меня точно так же, избивая, заламывая руки, вытаскивают из дома. Да, я кричала, я сопротивлялась. А как? Как иначе сдаваться? Притащили меня к джипу. Я говорю, где дочь? Твоя дочь в Мерседесе. Грубо так. Санитар. Я поднимаю голову, посмотрю, где же машина. Смотрю, да, стоит впереди. Мерседес, параллельно с ним, можно сказать, хаммер. И мой бывший зять хладнокровно наблюдает за всем на переднем сидении в машине. Марианна оказалась в психиатрической больнице. Сейчас ее адвокаты пытаются призвать к ответу врачей, которые выдали ложные справки о ее психическом здоровье. Супруг просто купил для нее диагноз шизофрения. А Савельев убеждал доктора в том, что я больна, что я бегаю голиком по крышам, в том, что я посещаю колдунов. Почему-то наши богатые мужчины считают, что они имеют право на своих детей, как на часть собственности, которая им принадлежит. И когда возникают такие ситуации, они возникают. Приходит какой-то бизнесмен с охраной, несколько человек, говорит, а я хочу забрать детей себе. А почему? Им с мамой плохо? Да нет, мама нормальная, да, на консультацию. Мама нормальная? Да, мама нормальная. Но какие проблемы? Мы возьмем справки о том, что мама ненормальная, там стоит на улице и машет руками, или алкоголизмом там страдает, да и так далее. Ну что-то тяжело сейчас купить эту справку. К счастью, в психиатрической больнице попался принципиальный врач, который провел честную экспертизу. После того, как она вернулась из психиатрической больницы, ее муж вывез все вещи из коттеджа, самое главное, все документы, и самое главное, детей в невзвестном направлении. И 9 месяцев она не могла их найти. Трудно поверить в то, что отец семейства для того, чтобы проучить претендующую на алименты жену, будет 9 месяцев практически держать детей в плену в Швейцарии. Маленькие заложники большой войны между супругами. У детей не было своей одежды. Одежда, в которую они, так сказать, были возвращены, это было самое приличное, что вообще у них было. Но это было грязное, это было чужое. Не посещали школу, разучились буквально писать и читать. У девочек был дерматоз, одна лямблия, младшая девочка поправилась очень сильно, потому что вся их пища состояла из каши, из макарон. И это вот олигарх, о котором все говорят. Наряды, светский раут и бесконечное обустройство дома, воспитание детей, поддержание формы. Во всей этой круговерте мало кто из жен обеспеченных людей задумывается над тем, что будет, если супруг решится на развод. Что даже в счастливом браке нужно точно представлять себе, на что иногда способны люди, придерживая имущество и денег. Когда возникает такая ситуация, прибегает мама с безумными глазами и говорит, что у меня пытаются забрать детей, что я советую? Прежде всего, сходить в психоневрологический диспансер, получить справку о том, что ты не страдаешь никаким заболеванием, провериться у врачей, пройти вообще обследование полностью, получить характеристики, устроиться на работу. То есть у нее должен быть пакет документов, уже на руках в момент, свой пакет, о том, что она нормальная мама. Когда такие доказательства собирала Марьяна Савельева, она столкнулась с непонятной ей сначала ненавистью людей. Потом поняла, она давно возбуждает зависть. Обыватели рады, когда богатые тоже плачут. Ну, они говорили, что это твои проблемы, что ты за такого богатого замуж вышла. И смеялись между собой, говорили, что вот вышла бы замуж за сантехника или за такого, как я, с тобой бы такого не произошло. Почему так происходит? Почему именно дети всегда, почему по детям всегда проходит вот этот водораздел? Ну, а что еще больнее он может сделать для женщины? Отнять у нее детей? Не дать ей там, лишить ее всего, к чему она привыкла, скажем. Мы сейчас говорим о состоятельных семьях, да, там, скажем, я не знаю, водителей, салонов красоты, поездок на всякие курорты. Бог с ним. Но лишить детей – это совсем уже последнее дело. Для женщины это ужасно. Тут такой тупизм уже абсолютно идет. Такое упорство баранье. Вот отнять и все. Вот я так, вот я сделаю так. Я богатый, у меня есть деньги. Я сделаю все. Но на самом деле так оно и получается. Побеждают все равно мужчины со своими деньгами. Ну, такое довольно громкое дело, в которое вмешался Путин, собственно говоря. Когда вмешался Владимир Путин, детей нашли буквально через два дня. Получается, что у нас премьер или президент должен вмешиваться в каждый бракоразводный процесс. Так, что ли, получается? Ну, вот видите, как вмешался Путин, слава богу. Может, он будет еще в другие ситуации вмешиваться, помогать женщинам несчастным. А Ольга Егорова хочет обратиться в Кремль с просьбой открыть в России как можно больше центров для женщин, переживших домашнее насилие. Она 8 лет прожила с миллионером, который в свободное от зарабатывания денег время истязал ее скандалами и побоями. Нет никакой достаточной реабилитации, нет просто снисхождения к женщине, нет сочувствия к женщине. Вы не представляете, что было со мною, когда я поехала в больницу без лица? Расскажите. Цинизм, цинизм, пренебрежение. Как будто бы меня нашли на улице. Как будто бы я пришла сюда просить какие-то горы злата. Ну, я не знаю, но вот все что угодно. Понимаете, я помню, что я была очень жестка по отношению к невропатологу, который меня осматривал. То есть такое впечатление, что я сама упала, ударилась об угол. И вот пришла вот такая перекалеченная вся. Она прославилась после роли в фильме «Любить по-русски». Ее героиня была самой красивой в этой ленте о сельской жизни. Выходила Ольга Егорова замуж по любви. По-русски. Жалея человека со сложной судьбой. Я скорее лягу на пол и дам себя бить, чем я... И тогда это быстрее закончится. Просто человек получил очень много травм за всю свою жизнь. Военных, личных. И он накопил так много обид, что он не может держать себя в руках. Больше одного дня он не выдерживает в мирной обстановке. После развода Ольга пыталась делать карьеру модели. Но ее называли то уже дамой в возрасте, то слишком высокой, то неподходящей по типажу. Кормить детей было не на что. У меня были ситуации полного безденежья и пустого холодильника. Я 8 лет прожила в полной зависимости. Выстроена была такая цепочка. Ты со мной, ты при деньгах. Ты без меня, ты без денег. Почему, по вашему мнению, мужья, которые бьют жену, очень часто остаются безнаказанными? Это просто такой русский характер, жены прощают, или они неграмотны юридически. Почему это происходит так часто? Ну, во-первых, у нас правоохранительные органы не очень любят разбираться с этими ситуациями. Очень много случаев, когда говоришь, обращайтесь в милицию, пишите заявление. Были, писали. Милиция говорит, это не наша проблема, ничего не случилось. Ну и побил. Ну, завтра вы помиритесь, и у вас все будет нормально. Побил, тут же извинился, тут же сделал дорогой подарок, жена забыла об этом, и факт насилия не зафиксирован. Ко мне приходят такие женщины и говорят, вот он меня там на протяжении многих лет бил, истязал и так далее. Вы ходили в милицию? Нет, не ходила. А вы побои снимали? Нет, не снимала. Доказать факт насилия достаточно сложно. Ольга Егорова тоже не обращалась в милицию. Было стыдно. Ее муж не платит алименты, и слова «прости» она не слышала. Главное ее желание – больше никогда с ним не встречаться. Деньги, пусть небольшие, теперь она зарабатывает сама. Не зовут в кино, пытается освоить профессию режиссера монтажа. Главное – забыть о жизни с миллионером. Должно пройти какое-то время, чтобы я хотя бы из себя это вырвала и больше не боялась. Почему так мало женщин, вышедших замуж за богатых мужчин, после развода получают хоть что-то? Почему так часто женщина остается ни с чем? Потому что по справке у него зарплата 5000 рублей, а фактически он зарабатывает гораздо больше. И найти те средства, те источники доходов, которые у них есть, достаточно сложно. Что-то в офшорах, что-то за границей, что-то оформлено на маму, на папу, на братьев, на сестер и так далее. После развода первая жена Владимира Гусинского услышала, что она денег получать не будет. Помогать олигарх будет только их сыну. Он оплатил ему дорогую учебу за границей и полностью взял его содержание на себя. Я считаю, что я совершила большую ошибку, решив его дать учиться за границу. Потому что вот по нему тогда, когда он уехал, было видно, что он нуждается еще в таком, ну, в материнском, ну, в семейном общении. Сын Ольги уехал за границу в 13 лет и виделся с мамой редко. Он вырос, переехал из Швейцарии в Америку, стал успешным юристом, женился, в Москву приезжать не хочет. А у Ольги не было после развода денег, чтобы ездить к нему часто самой. Я, когда я с ним разговариваю, я все время как будто пытаюсь навести мосты, как будто я устанавливаю какую-то связь. Но ее же нет. Ольга вышла замуж еще раз и родила дочь, которую уже никуда от себя не отпускает. Ее новый избранник, простой музыкант, у супругов общее дело в фестивале джазовой музыки. Ну, она главный помощник и главный получатель тумаков. Ну, то есть, когда что-то не получается, я ее ругаю. Когда что-то получается, виновата в основном она. Вот. Она, знаете, вот это действительно, координатор. Она все это дело собирает в кучу. Потому что я человек, видите, разбросанный какой. Она могла бы назвать себя счастливой женщиной, если бы не разлука с сыном и острое чувство пропасти между ними. Бывшему уж олигарх ему куда ближе, ведь у него всегда есть деньги на билет в любую точку мира. Происходит разрыв отношений, на самом деле, очень тяжелый. Я это вот сейчас, каждый раз, когда я думаю об этом, я просто, мне кажется, что это не со мной произошло. Потому что, вот только, видимо, вот с отменением какого-то ума и непониманием вообще, что такое семья, можно это объяснить. Вот. То мое решение. Сейчас я ни за какие шиши не хотела бы повторять этого. Вот. И никому не советую. Она живет в скромной квартире и не жалеет о нарядах, особняках и бриллиантах. Каждый вечер Тимур поет для любимых женщин песни. А бывшего мужа миллионы не сделали счастливым. Он придет, он будет, добрый, ласковый ветер вперед. Когда я была маленькая, вот мама вспоминала, говорила, Оля, ты кем будешь работать? Спрашивала она меня. Я говорю, я никогда не буду работать. А почему? У меня будет богатый муж. Отвечала я. Мне очень... Это она мне рассказала, я совершенно этого не помню. Но сейчас я к этому отношусь на самом деле очень трезво, потому что это совершенно не имеет значения, какой у тебя муж, богатый или не богатый. Потому что это не составляет смысла жизни. вот вообще можно ли будучи сначала женой олигарха, потом выйти замуж за человека с обычными доходами и жить хорошо? При этом у нее своих доходов никаких нет. И ничего он ей не оставил, муж олигарха. Муж олигарха нет. Ничего. Наверное, можно теоретически, но я думаю, что это очень тяжело. Уже привыкнув к определенному уровню, конечно, тяжело вниз уходить. Ирина Павленко провела в кабинетах следователей полгода. Когда-то она жила в красивом пентхаусе в центре Москвы, но сейчас снимает скромную однокомнатную квартиру в спальном районе. От прошлого осталась только одна видеокассета «Отдых на Сардинии». Мог просто, чтобы сделать мне приятное, купить платье за 5000 евро. Как будто другая жизнь. «Отдых на Сардинии» в кругу миллионеров, красивых яхт и роскошных женщин. В основном из России. На этом острове каждое лето собираются сотни красавиц модельной внешности для поиска богатого мужчины. Вечеринки в клубах, где бутылка шампанского стоит 3000 евро. Дорогие магазины, ведь девушки хотят подарков сразу. Отцы семейств забывшие правила приличия. И холостяки, которые за одну неделю меняют по месту и поспорить. Иностранная пресса давно поставила на этом месте черную метку. Как и в Куршевеле, здесь слишком много русских людей, нарочито демонстрирующих свое богатство. Он уже не хочет идти в ресторан с одной девушкой. Он уже возьмет десяток. Он уже не хочет, чтобы ему наливали этот коньяк супердорогой из бутылок. Он хочет, чтобы эту закрытую бутылку в полной упаковке на золотом подносе пронесли через весь ресторан, чтобы все похлопали и увидели. Или даже пусть сказали бы, ну какой идиот, зачем он это делает. Просто, чтобы обратили внимание. Ирина и ее спутник, за которого она собиралась замуж, всегда были в центре внимания публики и в Москве, и за границей. Она привыкла к фуагра на ужин и перелетам на частных самолетах, салонам красоты и круглосуточному безделью. Никто до сих пор не знает, как это произошло. Просто нашли его мертвым дома, застрелянным, в саградном доме. Ничего из вещей не пропало. То ли заказали, то ли просто напали. Ну небезопасная жизнь у богатых людей, она, конечно, очень хорошая, и охраной они могут себя обеспечить. Но если вдруг у какого-то человека возникла мысль совершить криминальную историю, криминальные действия по отношению к вам, то так или иначе нужно от этого защищаться. А чем дело кончится, никто не знает. Случаи бывают всякие. Короткая жизнь на всю катушку закончилась долгим общением с милицией. Ирины в тот день в Москве не было, отдыхала с подругой за границей. Как жить дальше? Чем заняться? Где взять деньги? Диагноз врачей. Тяжелая депрессия. Если бы он был простым менеджером, он был бы жив, и мы были бы счастливы. Мне кажется, в нашей стране большие деньги приносят только несчастье. Как вы думаете, чем отличается жизнь состоятельной женщины в России от жизни состоятельной женщины за рубежом? Ну, жены наши любят одеваться. Все очень любят одежду. По-моему, западные жены богатых людей не так зациклены на одеждах, на сумках. Наверное, может быть, они больше занимаются благотворительностью, больше отдают, чем жены наши. Ну, вот, там, известно, Валентина Бородина, супруга попала в Бородину. да. У нее же детский дом, да? Да. Не один, по-моему. Но она одна такая. Я не знаю, я не слышала ни про кого больше. Когда муж Валентины Бородиной попал в швейцарскую тюрьму, она беспокоилась не только о нем и о своей семье. Пока шло судебное разбирательство, она каждый день переживала, что без его денег останутся голодными десятки детей. Зубы чешутся. Вот еще посмотрят. Зубы чешутся. Иди, скажи. Иди, скажи. Ладно, тебе сколько? Иди, скажи. Она начала помогать сиротам еще в советские времена, когда жила в Якутии. Муж и прибрежнев был влиятельным человеком. И Валентина всегда считала, что богатые люди должны отдавать часть денег слабым и беззащитным. Все получали зарплату, среднюю зарплату 105-115 рублей, а мы там с ней стали получать я тысячу рублей, а она, так сказать, 600 рублей стала получать коэффициент, надбавки. И мы случайно совершенно попали, видели детский дом в Уснаре, в поселке Уснаре. Это был 75-й год. Мы сделали ремонт, наклеили обои, повесили люстры, купили другую мебель, сделали панели. От злости я покрасила сама одна двухэтажное и вывела клопов из 90-й кровати с ведром хлорофотца. Прошли годы, и супруги переехали в Москву. Менялись кресла, в которых сидел Бородин, дома и квартиры. Но неизменным оставалось одно – помощь обездоленным детям. Хотя в светском окружении Бородиных женщины вели совсем другой образ жизни. Я завидую. Я тоже хочу ходить по магазинам. Я тоже хочу не думать о том, что мне нужно раздобыть сегодня 2 миллиона на уплату налогов. Я хочу тоже так жить. Но вот так меня определил я думаю, Бог, что я должна тревожиться за это. Почему они за это не тревожатся? Ну, значит, им не определил это Бог. Поэтому они не тревожатся. Я не знаю, что меня поднимает. Не такая уж я хорошая, как там пушистый, там ангел. Нет. Умная жена и из миллионера способна сделать человека. Павел Павлович признает, что главное в доме Валентина. А он так всего лишь подтаскивает трофеи, добытые в тяжелом бою. И как бы ни было тяжело, трудно, но все равно основа в жизни человек, который рожает детей, который дает будущее семье, это женщина. Кто бы что ни говорил, но все равно женщина это начальник. Поэтому умные миллионеры женятся надолго. А глупые меняют спутниц часто. И ориентируются при выборе только на внешность. Пока в России в моде длинные ноги и силиконовые губы. Но миллионеры умнеют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok